Продолжение следует... Ну, вообще, конечно. Живого человека от мёртвого не отлучить. Посмотрим, что здесь с оружием. С оружием у нас полный швах. Ну, посмотрите, какой дикий урон наносит эта сабля. Вообще, мощь. Я бы её купил, конечно, на смысл. Да и таган чувствую тоже не лучше нашего. Ну, точнее, лучше. Но как-то неубедительно. А вот сабля мощная здесь, да, это точно. Это точно. Щиты какие-то левые. Лошади. Да. Лошади у нас никакая. Так, с верховая езда 5. Что же тебе такого-то особенного? Вообще, не понимаю, что в тебе такого. А в тебе что такого? Верховая езда 6. А есть кому нужно это всё? Почему-то различаетесь. Нет, вы всё одинаковы. 21, субботка сручки 28. Ага. Не, ну, Гонтер, конечно, во всём лучше. А можно из какого его купить? Всё равно лучше моего. Намного лучше. Или Кунтера. В общем, долго выбирать тут надо, конечно. Манёврность одинаковая. Матиск, конечно, маленький. Нет, ну а зачем мне скорость, с другой стороны, если я буду первым бежать и первым уже погибать буду? Лучше я какому-нибудь своему крутому воину отдам этого коня, такого коня. Потому что, насколько я понимаю, спутников не погибают кони. А себе возьму Гунтера. Всё равно побыстрее на него буду. Всё лучше, чем мой старый конь. Чахлый, к тому же. Блин. Такая армада. И такой конь. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вообще, конечно, у них организация у этих. Им нужна твёрдая рука. На самом-то деле. Ну и куда ты с восьмию воинами? Блин, главнокомандующий хренов. Раненый, к тому же. А, у тебя три воина в строю, да? Ну-ну. Да я тебя не догоню даже. Кошмар просто. Ну, чё он от меня хочет? Что он мне может предложить, например? Куда он вообще двигается? И что, и какой ярлык герд нафиг? Ага, ещё один прибыл. И вернулся старый. Ладненько, ладненько. А ложь ты свою зря продал. Куда ты едешь, скачешь? Куда? Блин, вообще неадекват. Ой-ё-ё. Ну, вы видели, да, в общем, как это всё было безумно? Ладно, мы спасём главнокомандующего. И получим плюшки. Это я люблю, конечно, дело. А, кидали мне мод с улучшенным искусственным интеллектом. Точнее, он рекламируется как улучшенный. На самом деле он просто более агрессивный. И там ещё ускоренные вот такие вот сражения. То есть, если вы там можете за 5 минут сражения провести, то на карте мира, как вы могли заметить, сражения ведутся по нескольку часов. Или даже по целым суткам. А с этим модом сражение проходит моментально. Что довольно-таки грустно. Не успеваете принять участие. Вообще говоря, оглушающее оружие чертовски полезная штука. Если у вас не хватает денег. Да и если хватает, в принципе, тоже достаточно полезно. Помните, я показывал вам мой сейв, где у меня было в плену 11 дворян вражеских. В том числе один из них король. За который уплатили 10 тысяч. Или у меня просто скрин такой есть. Ну, скрин точно есть. Насчёт сейва я точно не скажу. Тут, конечно, всё как в Медиволе. В Медиволе, если вам когда-нибудь удавалось захватить в плен принца или короля, за него... Я не помню, за кого. По-моему, за короля мне дали 10 тысяч. Вот там, как бы, это значительно менее важная сумма в Медиволе. А может быть, я и в него тоже поиграю. Как стратегия, она мне очень нравится, эта игра. Ну и как тактика, в принципе, тоже. Йо-хоу. Зато сколько мы взяли в плен. Да-да-да. Хе-хе-хе. На 8 единиц. На 4 единицы с королевством. Вообще-е-е-е. Ну, мы разошлись, конечно. Так, 2 копейщика. Нам их нужно 6. В общем, в зачёте. Ветеранку это седой пехотинец. Ну и всё, пожалуй. С остальными там дальше разберёмся. Так, этого мы ещё брать не будем. Мы теперь будем пробавляться пленными. Исключительно. У нас опять трое осталось. Ну... Не цените вы себя, товарищ. Так, а Фрэнкес это кто ранил? А, он перешёл ранен уже. Понятно, понятно. Копейщик или стрелок? Конечно, копейщик, это же сват. Всадник от рыцаря. У нас рыцарь. Ой, и... Вольноватник зачем-то один. Так, давайте посмотрим, что нам развивать. А, ну по-прежнему продолжим развивать ловкость тогда. Как и было задумано. Мне кажется, слегка читерским, что и... И тупое оружие, и острое на одном науке завязано. Вогнём мечом, по-моему, не так. Хотя я точно не помню. Может быть и так. Да, привет. Мы готовы. Шик. Шик облеск. Интересно, как я буду держаться за ним, если у него скорость намного выше, чем у меня. Ну, давайте, однако, проверим. Вдруг получится. Нет, не получится. Ну и пофигу. И мне очень интересно, куда он вообще направляется. И с какой целью. Ага, это мы так соединяемся, значит. Ну ладно, что ж, придётся ждать, ждать. Обидно. Наша мораль падает, наши еды кончаются, а к нам на задворке королевства всё прибывает, и прибывают новые воины. Да. Конечно, главнокомандующий такой главнокомандующий вообще. Воинов в 8 раз меньше, чем даже у меня. Хотя я не самый слабый в этом тандеме вообще. Так, ну что ж, наверное, всё. Наверное... О, как. Вот никогда такого не встречал. Любопытное заявление. О каких небесах речь. Ну ладно, думаю, что не так уж много осталось. Постоим ещё немного. Подождём. Неясно, почему собираемся здесь, а не... А не где-нибудь, допустим, здесь. Потому что все лорды вынуждены скакать вот отсюда, вот отсюда, вот отсюда, чтобы потом обратно скакать туда. Ну я, конечно, преклоняюсь перед тактическим гением нашего главнокомандующего. Но думаю, что если меня главнокомандующим поставят, я с обычными для этой игры багами ничего не смогу сделать. Эх, ну кого мы ждём, позволите спросить. Почему бы не поехать уже куда-нибудь, не разгромить пару ярлов. Я абсолютно уверен, что главнокомандующий сейчас попрётся в битву, поскольку он намного быстрее кого-либо другого. И ввяжется в бой, и его разгромят. Прежде чем мы успеем что-нибудь сделать. И потом ещё мы будем за это отвечать. Ну, бюрократа, чёрт вы. То есть не бюрократа, а вообще опричными на вас нету. Можно было бы и так сделать. Я абсолютно уверен, что сейчас они сразу соберутся куда-нибудь, как только лагерем встану, нет? Нет. Удивительно. Обычно, как только я встаю лагерем, все сразу собираются и куда-то уходят. Им, прям праздник какой-то. Сколько дней мы собираемся здесь стоять? Наверное, до конца войны. О, боже. Отлично. Это куда попёр? Да-да, идиотина. Как я до тебя добегу, если у меня скорость? Ё-моё. Кошмар, конечно. Я обожаю эту игру. Почему бы мы нас не подождать? Нет, моя зоркость даже не поможет. Сыр, но как же я это сделаю? Я вообще не представляю, где вы находитесь. Вообще, ни малейшего представления не имею. Кошмар. Что-то мне кажется, что я зря взял отряд двух спутников, прямо противоположных мировоззрению. Ну, 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 стой, стой, остановись, гадина. Остановись, говорю тебе. Ты же сам поговорить со мной хотел. Фу, блин. Это ад. Ну, ладно, хоть разведка. А то я представляю себе, что было бы, если бы он заставил меня скот ему привезти. Он будет носиться, значит, а я буду за скотом ему бегать. Так, ну ты мне не нужен нафиг вообще. Ну, с таким обмандированием я тебе не собираюсь нормального носить, блин, находить обмандирование. Будешь так ходить. Точнее, сначала ты в королевстве родок немного пошалишь. Так, собственно, куда нам надо? Думаю, что для авангарда наш отряд сойдет. Вполне себе. Ну, нас послали в столицу, конечно же. О, замк Альбрукс, Саргоц. Ага, вот здесь, здесь. И сюда. Ну, что здесь разведы должен по-вашему? Кошмар, конечно. Сколько мне времени? 7 дней. Ну, что ж, неделя это неплохо для разведывателей Мессии, конечно. О, а еще можем мстить. Не знаю, за кого. Наверное, за армию главной команды еще. Потому что из-за этого мы так сейчас жестоко страдаем. Хе-хе, не убежишь уже. Сам напасться хотел. А, жаль, конечно, что у нас отношения были нулевые. Если были в минусе, я бы напал на него не раздумываю. Это я и так на него напал, конечно. Если были в плюс, я бы на него забил.